Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года для всех знаков зодиака. Овны. Эта неделя в целом сохраняет тенденции предыдущей недели, но с небольшими отличиями. По-прежнему сейчас присутствует тенденция совершать финансовые ошибки. Отношения с другими людьми сейчас могут протекать не очень удовлетворительно и комфортно для вас, Овны. Над делами в целом может быть сложно установить контроль, который сейчас так необходим. Многое будет зависеть от поведения людей, с которыми связаны Овны. Но в то же время на этой неделе может произойти событие, которое поможет узнать Овнам о себе что-то новое. Это, в свою очередь, может помочь скорректировать как собственность состояния, так и направление действий. Несмотря на множество проблем, на этой неделе возможно достижение финансовых результатов. Но для этого от Овнов потребуются систематические, достаточно серьезные усилия. Тельцы. Неделя благоприятная, так как большинство внешних обстоятельств будет на стороне тельцов. Единственным и существенным минусом может быть некоторое снижение внимательности под влиянием эмоциональных факторов, либо вследствие влияния на вас человека, являющегося для вас авторитетом. В таком состоянии тельцы могут сделать какие-то ошибки или в какой-то момент потерять ориентир для правильных действий. Также на этой неделе нельзя исключать совершение финансовых ошибок или вмешательство в ситуацию третьих лиц. Тем не менее, на этой неделе в любых делах возможны хорошие материальные результаты. И тельцы смогут в достаточной степени влиять на все происходящее. Так что последнее слово почти все время будет за вами, тельцы. Близнецы. Неделя в целом потенциально благоприятная во всех направлениях, кроме судебных разбирательств. Если вам предстоит такие разбирательства, то потенциальные результаты желательно оценивать трезво. В деловом отношении время благоприятное, а в личном плане ситуация будет во многом зависеть от самих близнецов. Сейчас может что-то не нравится близнецам в поведении партнеров. И качество отношений будет зависеть от реального контекста и вашей с партнером совместимости. Также это время по-прежнему очень хорошо подходит для самореализации, развития талантов. И у близнецов не раз будет возможность показать себя с наилучшей стороны. Но у этой тенденции есть и обратная сторона, которая может проявляться в нетерпимости или стремлении в любой ситуации учитывать в основном только свои интересы. Раки. Неделя исключительно благоприятна во всем. И портит ее только вот убывание луны. По этой причине время в основном благоприятствует завершению дел, либо закреплению уже достигнутого, но совсем не подходит для новых начинаний. Но несмотря на все это, раки будут полны силы творческих идей, а также сейчас ваше состояние может быть оптимальным для принятия удачных решений для того, чтобы предпринять наиболее выгодные действия в том или ином направлении. Особенно хорошо эта неделя должна отразиться на материальных вопросах и на всем, что связано с самореализацией и возможностью проявить свои наилучшие качества. И благодаря этому естественным образом произвести максимально прекрасное благоприятное впечатление на окружающих. Для львов неделя очень удачная во всех направлениях, хотя луна убывает и не годится для новых начинаний. На этой неделе, в этот период можно удачно завершить начатое и закрепить достигнутое так, чтобы результаты оказались долгосрочными и смогли позитивно влиять не только на нынешнее положение львов, но и на будущие месяцы. Особенно хороши текущие влияния, которые касаются самореализации и финансовых дел. Побочный и немного отрицательный эффект этой тенденции может коснуться отношений с людьми, так как сейчас львы могут быть не склонны считаться с их интересами и до тех пор, пока другой человек не напомнит вам о своем существовании. Все это может негативно отразиться на каких-то процессах, хотя и не может полностью обесценить позитивные тенденции этой недели. Девы. Неделя благоприятная во всех направлениях. Некоторые сложности могут быть связаны только с вмешательством в дела большого количества третьих лиц. Также девы сами смогут быть настроены не считаться с другими людьми, и это зачастую может осложнять какие-то процессы. Тем не менее, эта неделя очень плодотворна, и у дев будет возможность реализовать свои способности по максимуму и добиться хороших результатов в нужных выбранных вами направлениях. Также, несмотря на противодействие извне, на вашей стороне сейчас будет достаточное количество сторонников и помощников, на которых в случае необходимости девы смогут опереться. Весы. Неделя для весов в целом продолжает тенденция предыдущей, но отличается тем, что в каких-то делах, в различных делах, которые сейчас являются наиболее важными для весов, будет поступать еще больше поддержки и благоприятных возможностей. Не исключено достаточно крупное везение в каком-то вопросе. Среди подводных камней этой недели можно сказать о вероятности ошибок по невнимательности весов или по причине вмешательства в поведение слишком большого количества эмоциональных факторов. В качестве профилактики непредвиденных сложностей можно попытаться держать деловую часть жизни как можно дальше от личной сферы. При условии внимательного и собранного поведения эта неделя для весов может быть на редкость результативной. Неделя благоприятна в том, что касается дел и сложная в плане отношений с людьми, как личных, так и деловых. Тем не менее, большим плюсом этой недели является то, что на фоне общей глобальной тенденции, которая снижает уровень влияния скорпионов на происходящее и повышает уровень власти других людей, с которыми скорпионы имеют дело. Как раз сейчас есть некоторая возможность занять доминирующее положение по сравнению как с предыдущими, так и с ближайшими будущими неделями. Большую роль в этом может сыграть успех в работе или бизнесе, покровительство человека, наделенного властью. И поскольку эта тенденция краткосрочная, необходимо пользоваться ею как можно скорее. Стрельцы. Эта неделя насыщена событиями и потенциально очень благоприятна для стрельцов и ваших дел. Возможные сложности этой недели в основном касаются партнерств, как личных, так и деловых. Так как люди, с которыми стрельцов связывает взаимная ответственность, могут проявлять полную поглощенность своими делами и небывалый эгоизм. По этой причине действовать стрельцам по возможности лучше самостоятельно, либо пользуясь поддержкой только тех людей, которые не связаны с вами слишком сильно. Также стрельцов на этой неделе могут поддержать те, кто уже доказал свою преданность и не раздавал полезные советы. Несмотря на сложные влияния, которые касаются взаимодействия с людьми, на этой неделе возможно достижение договоренностей, которые в будущем будут иметь очень важное позитивное значение для стрельцов. Козероги. Неделя продолжает общую тенденцию, которая довольно скромна, но отличается скоротечностью позитивного влияния, которое может принести редкую удачу в каком-то деле. Также, несмотря на отсутствие других, более долгоиграющих позитивных влияний, сейчас хороша тенденция, касающаяся финансовых ресурсов, и на нее можно опираться в сложных ситуациях. Также можно отметить, что на этой неделе практически отсутствуют сильные негативные влияния, способные вызвать крупные проблемы. Если козероги будут скромны и сами не станут затевать конфликты, то эта неделя вполне может стать очень продуктивной, как в работе, так и в общении с важными для вас людьми. Водолеи. Неделя сложная в плане взаимодействия с людьми, за исключением тех случаев, когда вас с человеком не связывает взаимная ответственность, и между вами уже есть доверительные или дружеские отношения. Также можно отметить, что эта неделя несет достаточно высокий уровень эмоционального напряжения и чувственного накала, что еще больше может затруднять диалог с важными партнерами, как личными, так и деловыми. В то же время на этой неделе могут довольно активно в деловом смысле и может быть интересно, и особенно во всем, что касается работы с материальными ресурсами. Если водолеи будут соблюдать внимательность и не станут реагировать на провокации и сами затевать ссоры, то по итогам эта неделя может оказаться очень результативной в финансовом плане. Рыбы. Для рыб эта неделя в целом благоприятна, и некоторые сложности могут иметь место лишь в сфере партнерских отношений, как личных, так и деловых. Тем не менее, в этом плане эта неделя гораздо перспективнее, чем предыдущая. Многие проблемы и разногласия сейчас начинают отходить в прошлое и уже не так заметно вмешательство в отношения третьих лиц. Все это начинает постепенно терять свою значимость, могут быть достигнуты договоренности, которых ранее рыбам достичь не удавалось. Но также есть вероятность того, что рыбам придется идти на уступки партнерам. Кроме того, в течение этих дней нарастает эмоциональная составляющая, которая будет все сильнее влиять на общение с другими людьми. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok